Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвлазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. И всем здорово, вы на канале Антромера. GTA 5 уже почти 10 лет и в последнее время движуха вокруг GTA 6 начинает набирать обороты, ибо мы близимся к скорому её анонсу. Именно шестая часть франшизы является самой ожидаемой масштабной в серии. Ну а судя по сливам, бюджет у неё составляет около 2 миллиардов долларов, что почти в 6,5 раз больше бюджета Мстителей Финал. И сегодня в ролике мы обсудим возможный анонс игры. Да, я знаю, что я уже обосрался с одним анонсом, но сегодня есть ряд моментов, которые подтверждают, что анонс не за горами. Да и разработчики сами косвенно подталкивают на эту мысль. Ну а перед началом ролика не забывай про лайк и подписку на канал, это очень помогает в его продвижении. Ну а я начинаю сам видос, всем желаю приятного просмотра. На самом деле, новой инфы по игре не так уж и много, уже всё, что можно было узнать об игре, уже давно слито в сеть. Но если вкратце, место действия Vice City и два главных героя. Каких-либо крупных открытий я для вас не сделаю, разве что теперь Vice City можно будет плавать. Я бы честно показал это на футаже, но боюсь, что прилетит страйк. В визуальном плане можно прочувствовать, как будет выглядеть следующая часть франшизы, благодаря Red Dead Redemption 2. Вообще, диалоги RDR выходила в такие интересные промежутки, как раз между крупными частями GTA. Точно такая же ситуация была и с первой частью RDR. По визуалу она очень схожа с GTA 5. Поэтому шестая часть в плане визуала будет выглядеть точно так же, как и RDR 2. Ибо версия движка будет чуть новее, разницы там будет не особо. Взять те же объёмные облака из RDR 2, которые балдёжно выглядят в GTA 6. Следующая часть же так, как раз таки будет неким Франкенштейном из эсетов RDR 2 и GTA 5. В принципе, это и можно было увидеть на сливе. В прошлый раз я говорил, что в файлах GTA Online лежит неактивированное событие, которое должно было произойти на Хэллоуин. Суть этого события была в том, что НЛО должна была зависнуть прямо над буквами V в надписи Vinewood. Что уж очень сильно похоже на римскую шестёрку. Но по каким-то причинам разработчики это событие не активировали. Интересно, что же будет дальше, ведь Хэллоуин уже прошёл. Что у нас касаемо даты анонса GTA Шерсть. В начале ролика я сказал, что разработчики косвенно намекают на что-то масштабное. И давайте разбираться во всём по порядку. В этом месяце, именно 28 ноября серии GTA исполняется 25 лет. Разработчики заявили, что игроков ждут различные бонусы для онлайн режима пятёрки в честь годовщины. Но также в статье промелькнула строчка о том, чтобы игроки следили за новостной лентой Rockstar. Особенно в ближайшее время. Может ли это быть анонс GTA Шерсть? Вполне возможно. Также известный инсайдер TESFans утверждал, что анонс может случиться вместе с информацией про новое обновление для GTA Online. Как раз таки в конце ноября мы будем не так далеко от выхода апдейта. Возможно там выкатят и анонс новой части GTA, и подробности нового обновления для GTA Online. Этот же TESFans утверждал, что анонс может случиться в конце ноября, поэтому ожидаем. Но не стоит забывать, что это всего лишь слухи, поэтому к этой информации стоит относиться скептически. Если это случится, то будем рады, если нет, то не особо. Многие кстати говорят, что игра провалится, видите ли она сырая. Ну камон чуваки, на сливе был альфа билд, вы чё? Всем известно, что Take-Two является издателем компании Rockstar Games. Недавно прошла финансовая конференция, где появилось несколько интересной инфы. Так, что касается слева GTA 6, Take-Two упомянула об утечке, связанной со следующей игрой GTA, находящейся в разработке. Штраус Зельник назвал действия хакера ужасно неудачным взломом и подчеркнул, что никакие материалы для разработки не были украдены. К этому можно отнести сценарий сюжета, который так и не утёк в сеть. Хотя вполне мог, если бы хакера не поймали. Зельник также подтвердил, что недавняя утечка никак не повлияет на разработку игры. Помимо этого, Take-Two ожидает значительного увеличения выручки в ближайшие пару лет. По словам Зельника, это обусловлено предстоящими выпусками их продуктов. В теории, это может означать то, что GTA 6 выйдет в ближайшие пару лет. Но пока что будем ждать 28 числа. Ну а на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если тебе этот ролик хоть как-то понравился и он был полезен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Также не забывай писать в комментариях свои мысли, я все комментарии читаю, на них же отвечаю. Ну а сегодня мы разобрали всю инфу, которая доступна на данный момент. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антример, всем удачи, всем пока-пока. Но если ты досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok